Добрый день, уважаемые коллеги! Это пятничный обзор от компании Техмил и с вами я, Артур Идиатуллин. Центральным событием этой недели, конечно, стало заседание Европейского Центрального Банка, которое состоялось в четверг, а также заседание японского регулятора, которое состоялось сегодня. Слабость экономик обеих стран пока что не позволяет Центральным Банкам осуществлять нормализацию политики, поэтому на такие вопросы, как что произойдет с процентной ставкой или как изменится программа скупки активов, рынок знает ответы. Но для нас интерес, конечно же, будет представлять изменения в формулировках в сообщении банков, а также так называемые ориентиры, то есть некоторые напутствия говорящих голов, то есть глав центральных банков, касательно того, как инвесторы должны ожидать изменения в монетарной политике. Японская экономика парализовала решимость Банка Японии, который в очередной раз не внес никаких изменений в монетарный курс. Программа скупки активов, а уж тем более процентная ставка, остались нетронутыми, однако индивидуальные прогнозы участников комитета показали, что руки у японского ЦБ стали связаны еще крепче. Основной задачей японского регулятора, конечно же, остается стимулирование потребительской инфляции, поэтому для определения дальнейших шагов в монетарной политике нам нужно взглянуть на прогнозы регулятора по инфляции. Для этого мы попытаемся сравнить точечные графики, так называемый ДОТ-ПЛОТ по инфляции январского заседания и апрельского заседания. Рассмотрим с вами для начала 2018 год. Как видите, большинство участников склоняется на том, что средняя инфляция составит 1,5%. В то время как на апрельском заседании большинство участников снизило свой прогноз до 1,3%. При этом мы можем с вами видеть на январском заседании, что большинство участников считает, что риски для инфляции остаются нейтральными. В то время как на апрельском заседании три участника считают, что риски для инфляции смещены вниз. Что касается 2019 года, то на январском заседании мы можем видеть, что очень высок разброс прогнозов, но средняя инфляция, по мнению участников комитета, составит 1,8%. При этом семь участников из девяти считают, что риски инфляции смещены вниз. То есть считают, что высока вероятность того, что их прогнозы могут не оправдаться. Для апрельского заседания разброс немного меньше. Прогноз по инфляции остался на уровне 1,8%. При этом также семь из девяти участников считают, что инфляционные риски немного усилены. Вероятно, часть изменений в прогнозах, конечно же, взяли на себя кадровые перестановки в регуляторе. Вот после январского заседания комитет пополнился двумя новыми участниками, которые, конечно же, могли внести свои коррективы относительно того, что должен ожидать банк по потребительской инфляции. Также из отчета была удалена важная формировка о том, что в 2019 году инфляция составит 2%, то есть достигнет целевого уровня. Отчет, конечно же, стал от этого более реалистичным, но оптимизма инвесторам не прибавил. Поверхностное рассмотрение сегодняшнего заседания дает нам оценку нейтральной для иены. Однако более детальное изучение данных, в том числе графика рисков по потребительской инфляции, которую мы с вами обсудили, позволяет выдвинуть медвежий сигнал для японской иены. Не сложно построить спочек выводов, где в основе необходимости продавать иену лежит дивергенция политики японского ЦБ и ФРС. Чем меньше уверенности у участников японского ЦБ в ускорении инфляции, тем больше шансов, что он будет активно стимулировать экономику монетарными методами. Местная доходность будет оставаться нуле из-за таргетирования ЦБ доходности бандов. И это, конечно же, будет стимулировать отток капитала за рубеж, в частности США, где сейчас ФРС поднимает ставки, доходность казначейских бумаг растет, растет и инфляция. И эти перетоки капитала, естественно, будут оказывать давление на пару доллар-иена. В начале года был проблеск надежды по японской экономике, что она все-таки сможет найти свою траекторию восстановления, что ЦБ позволит ослабить таргетирование, вроде индексы и по выпуску, и по инфляции, и по предпринимательскому индексу Танкан. Они вроде все пошли в рост, но, однако, импульс японской экономики быстро угас из-за торговых шоков, из-за других внешних шоков. И регулятор вернулся, как мы видим, сейчас в глухую оборону, что, собственно, и повлияло на разворот иены на территории 105 и ниже, и переход пары в рост. По фунт-серго сегодня наблюдается очень интересная ситуация. Пара внезапно рухнула в ходе лондонской сессии. Скорее всего, это произошло из-за слабых данных по ОВП и активности сферы услуг, как видите, они все, абсолютно все, не оправдали ожиданий. Также по данным в четверг мы можем видеть, что индекс потребительской уверенности также снизился больше, чем это ожидали инвесторы, до минус 9 пунктов. Хотя прогноз был в минус 7 пунктов. Данные по займам, ипотечным займам, а также по продажам вышли чуть лучше ожиданий, но это никак не повлияло на ситуацию. Вот что самое интересное, индекс потребительской уверенности, он у нас снижается уже который месяц подряд. Вот вы видите, он почти весь прошлый год, этот год находится в отрицательной зоне. И такая ситуация, она порождает так называемый эффект гистерезиса. Он заключается в том, что, во-первых, индекс потребительской уверенности является весьма значимым индикатором для ЭЦБ. И период замедления экономики, связанного с сжатием реальных доходов, оставляет неизгладимый след на потребителе. И потом с восстановлением различных индикаторов экономических, которые указывают на общие макроэкономические улучшения в экономике, ожидания потребителя восстанавливаются не так быстро. То есть, ожидания потребителя зависят от истории. Это и есть эффект гистерезиса, когда какой-то из параметров он запаздывает, его восстановление запаздывает за теми параметрами, которые восстанавливаются более быстрее и менее зависят от истории. То есть, восстановление в данном случае показателей на прежний уровень, оно не исчерпывает ущерба для экономики, он продолжает оставаться. К эффекту гистерезиса можно отнести изменение потребительских ожиданий и склонность к потреблению, которая восстанавливается не сразу при возвращении в норму показателей, которые привели к их падению. Например, при ускорении инфляции до высоких значений увеличивается и безработица. Однако долгое пребывание в таком состоянии приводит к потере квалификации у некоторых работников. Собственно, поэтому реакция потребителя на экономический спад или рост так важна в оценке соответствия теоретических взаимосвязей в экономике практически. Исходя из данных по ипотечным кредитам и розничным продажам в Великобритании, мы ничего не можем сказать. Однако по данным ВВП сегодня, а также потребительской уверенности, ясно, что глава ЕЦБ что-то знал, у него была какая-то информация. Он располагал о том, что экономика действительно пока не вытянет повышение ставки в мае. Что несмотря на рост реальных доходов потребителей и переход в положительную зону, это ни о чем не говорит. Темпы роста экономики пока что продолжают оставаться ниже прогнозов, пока остаются неудовлетворительными. Как я уже говорил в прошлом своем обзоре, стоит ожидать падения фунта до уровня поддержки в 1.37.50. Оттуда развернется какая-то борьба. Даже, наверное, один уровень 1.37, скорее всего. На этом уровне развернется какая-то борьба. Быки смогут выдвинуть какие-то свои предположения. Что будет дальше происходить. Но не стоит ожидать дальнейшего падения британского фунта против доллара. Так как, в общем-то, экономика Великобритании, у нее есть некоторые фундаментальные основания для того, чтобы перейти в рост. Для того, чтобы не зависеть от действий банка, от какого-то монетарного смягчения и расти самостоятельно. Вот на сильную поддержку, как я уже сказал, нужно рассчитывать на уровне 1.37. И дальнейшая динамика, скорее всего, сегодня фунт закроется на уровне 1.37. И на следующей неделе начнется небольшая коррекция, после которой участники определятся, желают ли они продолжать оказывать давление на фунт. Что касается заседания Европейского банка, которое прошло вчера, он ожидаемо оставил ставки по депозитам и ставку по займам без изменений. Президента ЕЦБ Марио Драги, конечно, беспокоили шоки международной торговли, которые очень сильно причинили очень много вреда экономике Германии, которая очень сильно встроена в цепь поставки, является крупнейшим мировым экспортером различных высокотехнологичных товаров. И это же, конечно же, создает проблемы с сбыта для европейских экспортеров. В текущей экономической ситуации это вроде бы пока никак не ощущается. Это показывают данные по восприятию нынешней экономической ситуации. Однако ожидания будущего более пессимистичны. На заседании вчера Драги заявил, что программа скупки активов будет оставаться на текущем уровне, занять оборонительную позицию, пока инфляция не найдет траекторию движения к целевому уровню. Это можно рассмотреть довольно очень миролюбивым комментарием. В то же время внутренние катализаторы инфляции, по его мнению, проявляют неудовлетворительную активность. А также он отозвался о темпах экономического роста, отозвался очень оптимистично, заявив, что глобальный подъем поддержит немецких экспортеров. Резкий протекционизм, запущенный за стороны США, мог становиться все более заметными. Прогноз по инфляции на этот год составил 1,5%. Включая, естественно, инфляцию на еду и энергоносители, то есть волатильные продукты. Продукты с волатильными ценами, простите. По мнению НСБ, экономика требует значительных вливаний денег, то есть сохранения количественных смягчений, для того, чтобы направить инфляцию в сторону целевого уровня. Что очень важно для ЕР в данном случае, что Драги не упомянула о рисках, связанных с мягкими данными. Это вот именно опросами. Драги, который касается экономических настроений. Получается, что эти данные оказались не столь важными, чтобы их упоминать. И инвесторов именно беспокоил этот момент о том, как ЕСБ отреагирует на негативные изменения лидирующих индикаторов. Однако Драги, как мы видим, не воспринял их как проблему. И поэтому растет вероятность, что и рынок тоже постарается их как-то проигнорировать. Как и ожидалось, европейская валюта снизилась. Сейчас пытается пробить, закрепиться ниже уровня 1.21. Основная борьба, естественно, развернется на уровне 1.20. Для эры доллар сейчас это очень позитивные новости, потому что уход ниже 1.20 может сулить немного долгий период медвежий. Вот такой медвежий период для евро. И, конечно же, вернет привлекательность доллару. Потенциал, конечно же, роста очень ограничен именно из-за возвращения исключительно миролюбивой риторики Драги. Замечание в том, что потребуется большее количество монетарного стимулирования, и что означает, по сути, паузу в нормализации политики. Это весьма четкий, сильный сигнал для медведей по евро-долуру и вообще по парам евро. Растет вероятность того, что евро скоро протестирует и уровни и ниже, возможно, и уровень 1.18, вот мы видим. Возможно, и этот вот уровень где-то вот здесь, на уровне 1.18, и это возвращает опять евро в нисходящую траекторию. И, естественно, нужно пытаться понять, как будут вести себя риски, связанные с экономикой США. Пока что по торговым воинам у нас тишина, ничего не происходит, и поэтому сейчас инвесторы пользуются этим моментом, и доллар совершает глобальное наступление. На сегодня у нас все. Пишите, задавайте свои вопросы в комментариях, делите свои мысли по поводу того, что произойдет с доллар-иеной, с фунт-долларом, с евро-долларом. И мы с вами увидимся в понедельник. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok